Девочки, ну и давайте продолжаем. Кстати, снимаю я сегодня при искусственном освещении. Не знаю даже, как получится, не получится. Просто на улице очень пасмурно. Снять для вас видео мне очень-очень сильно хотелось. Итак, продолжаем. У меня закончились некоторые средства по уходу за ногтями. Первое средство от компании Орли. Средство для удаления кутикулы. У меня оно уже не в первый раз. Покупая всегда в таких объем побольше, я беру объем тот, что поменьше. Потому что он как-то, знаете, потом периодически становится такими хлопьями уже в самом конце. И вот такие небольшие флаконы не успевают у меня в эти хлопья превратиться. Кутикулу удаляет прекрасно. Главное не передержать. Если вы чуть-чуть передержали, может быть небольшой ожог в этом месте. У меня даже один раз такая язвочка появилась, я передержала. То есть разъедает моментально он кутикулу. Держите вот прям как здесь написано. Одну-две минуты и не больше. Отличное средство. Следующее знаменитая сушка Сечи или Сешевит. Вот у меня они тоже в двух таких объемчиках. Видите, здесь немножко у меня еще осталось. В большой. И она очень-очень быстро засыхает. Поэтому я сделала вывод, что удобнее всего покупать вот в таких вот мини-объемах такую сушку. Потому что она не успевает засохнуть. Но вообще, что могу сказать про нее? Это на данный момент пока самая лучшая сушка для лака, которую я вообще знаю. Единственное, у нее такой минус есть. Если вы накрасили ногти, и вам прям не втерпешь, и вы сразу наносите эту сушку, она стягивает ваш лак вот так с кончиков наверх. И получается, что у вас такой маникюр, как будто бы вы уже с этим лаком походили прилично. То есть дайте просто лаку вашему немножко высохнуть, ну буквально 3 минутки. И только после этого наносите. Так быстро, как сушит вот эта сушка, больше не сушит ни одна. Вот у меня сейчас Салли Хэнсон в красном бутыльке. Вот это лучше. Следующее, что у меня закончилось уже, это от компании ИНМ, по-моему так читается. Масло для снятия, ой, господи, масло для увлажнения кутикулы. Хорошее масло, но единственное, что мне не очень нравится пользоваться вот таким вариантом с кисточкой. Мне больше нравится пользоваться другим, которое у меня тоже, кстати, закончилось. Это вот такая вот кисточка от компании Салли Хэнсон. Вот так выкручиваете это масло, здесь уже видите, ничего нет, пусто. И наносите на кутикулу. Мне очень нравится вот это, удобно. Можно брать с собой сумочку, в машине у меня такая одна лежит. Потому что за рулем очень сильно сохнут руки. И вот такая вещь просто необходимо всегда с собой иметь. Всем советую, хорошая. Буду еще, и еще, и еще буду покупать. Очень редко, когда заканчиваются у меня лаки для ногтей. Закончились у меня два. Вот этот полностью окрашенный флакон, но внутри он пустой. Можете мне прям поверить, я вам даже покажу. Вот, видите, пусто. Это лак от компании Фаберлик. Eye to Eye, по-моему, называется. Вот, классный такой цвет. Я, когда им пользуюсь, меня многие спрашивают, что за лак у меня на ногтях. Потому что смотрится он обалденно. Но я не использую его самостоятельно. Сверху я обычно всегда наношу вот такой топ от Essie. Это вообще классный мой must-have. Я его использую практически с любыми лаками. Оттенок вот так называется. Посмотрите, я не знаю, как прочитать. Если что-то видно, девочки. Вот. И вот этот лак смотрится очень хорошо с этим топом. И второй, который у меня закончился, это вот такая вот малютка от Lumine Natural Code. Девочки, извините. Кубочку я хочу взять. Кто-то звонит. Я опять с вами. Кто-то, видимо, не туда нажал. Вот. И что еще я вам хочу сказать. Вот этот лак классный. Он ложится абсолютно без полос. Ложится буквально с первого слоя идеально. Могу вам смело его посоветовать. Да и держится он, в принципе, тоже неплохо. Так. Следующее, что я вам хочу еще показать. Для ногтей это, пожалуй... А, нет. Для ногтей еще два средства у меня осталось. Это вот такие вот смывочки мои любимые. Очень люблю их. Особенно вот эту. Это от Sephora. Она с таким... Ну, знаете, да? Что здесь такой спонжик находится внутри черный. Опускаете ноготок туда. И буквально через секундочку уже лака у вас нет на ногтях. И вот такую взяла от Lumine. Тоже мне нравится она. Но вот эта вот лучше. Еще у меня была такая же... Такого же плана от Maybelline. Та вот просто отвратительно. Ужасно сушит ногти. У меня буквально прям с ногтя верхний слой слазило после использования от Maybelline. А вот эти два мои любимцы. Выбрасываю их, потому что здесь уже блесток, наверное, полфлакона. От разных лаков. Они прям такие тяжеленькие. И уже сама губочка начинает крошиться. Поэтому надо менять. Так. С ногтями все. Девочки, я никогда вам не показываю в своих пустых баночках пробников. Не знаю. У меня такое отношение к этому скептическое. То есть я не люблю, когда вот этими пробниками машут тут перед экраном. Ну что можно понять, попользовавшись там один или два раза. Единственное, что меня зацепило из пробников, я хочу вам показать, вот такие вот шампунь и бальзам. Я вот с этой маркой впервые просто столкнулась. Это итальянская марка, называется Jungle Favor. Здесь один запах просто, я не знаю. За него можно многое отдать, за этот запах. И сами волосы после шампуня и бальзама. Если кто-то в детстве гулял по небольшой речке летом и знает, как вот растут водоросли в реке, вот такие, подобие тины. У нас просто была в детстве такая речушка в деревне. И вот эта вот водоросль в виде тины такая зеленая, мне всегда ее охота была потрогать. Я ее трогала, мне так нравилось вот это вот ощущение ее скользкости такой. И вот когда вы помоете голову вот этим шампунем и нанесете вот этот бальзам, такое чувство, что ваши волосы это вот как татина. Они настолько мягкие, гладкие, скользящие. Вы просто себе представить не можете. Я поискала, не поленилась в интернете, что это за марка. Это итальянская марка, по-моему, профессиональная. Но цена очень большая. У шампуня там до 3000, смотря какой объем. И у бальзама точно так же цена доходит. Не знаю, буду ли я себе заказывать, но мне очень понравилось. Именно вот эта серия, которая идет с приписочкой Nutricolor. Очень классный. Следующее. Ну, здесь уже долго говорить не буду. Вы все вот это средство знаете. Это бразильский кофе. Есть еще бельгийский шоколад. Точно такого же цвета. Они очень сильно похожи. Но вот этот с кофе мне нравится больше, потому что здесь более грубые частички. Я люблю такой хороший скраб для тела. Закончилась у меня вот такая банка большая. Это Body Butter с рисовым молоком и цветками вишни. Это немецкая фирма. Сделано это в Германии. Прекрасный запах. Отличное увлажнение. И большой объем. 400 мл. Покупала просто у нас в обычном магазине. Следующее. У моего мужа закончилось вот такое мыло бабушки Агафьи. Черное. Бабушки или баньки? Не помню. Черное мыло Агафьи просто так называется. У меня мой муж просто заставляет ему покупать его постоянно. Он у меня каждый четверг ходит с друзьями в баню. И вот они там всей толпой моются вот этим мылом. И всем оно очень нравится. Но я удивляюсь, почему тогда я говорю, почему ты носишь, всех моешь своим мылом? Почему жены не покупают? Он говорит, они не такие прошаренные, как ты. Так что, девчонки, очень классное средство. Мы тоже все мылись им. Ну, мне как бы оно надоедает очень быстро. Я люблю разнообразить что-то, свой какой-то уход. А вот муж, он такой у меня, можно сказать, однолюб. Ему вот это вот мыло очень нравится. Откладывает он себе в такую небольшую емкость из-под какого-то моего крема. И, в принципе, им там хватает мужикам помыться, потому что расход у этого средства очень небольшой. Так, следующее, что у меня закончилось. Вот такой сухой шампунь от Clorant с белой крышечкой. Это с экстрактом овса. Не путайте с зеленой крышкой, там идет уже с экстрактом крапивы. И он совершенно не так хорошо адсорбирует вот это вот кожное сало, как с экстрактом овса. Вот этот шампунь от Clorant стоит для меня на втором месте после моего любимого сухого шампуня от Lush, который без воды. Очень-очень люблю. Уже купила себе две новые упаковочки. Буду показывать вам в своих покупочках. Девочки, вторая часть видео готова. Увидимся в третьей части. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова